Добрый день! Хочу рассказать вам о номере санатория Сосны в Беларуси на озере Нарыч. Здесь ключ. Выдаются нам, например, на семью из четырех человек. Выдали два ключа. Здесь люксно-технически. Есть удобные кушетки, где можно съесть. Даже ложка выдается для обуви. Здесь обувница. Можно сюда убрать. Вот, в принципе, новая в данном номере. Видите, с какими удобными доводчиками здесь ящики. Есть зеркало. Можно повесить вещи и так далее. Лампы есть. Потом увидим люстры. И везде стоят датчики дымулавливателя. В номере есть новые батареи, которые можно перекрыть, если вам жарко, вот таким вот кранчиком. Здесь стоит 2017 года стеклопакеты двойные. Вот вид с одной стороны на лес хройный, сосновый. Вот бассейн тут. Лечебный корпус. Все корпуса соединены переходами. Поэтому можно не одеваться, просто дойти до них за пять минут спокойно. Вот можно открывать окошки киснежарка. Дальше, значит, у нас номер на четырех человек рассчитан. Вот здесь вот новые двери стоят относительно. Тут снизу, по-моему, ламинат такой под дерево. Шторки есть. И тонкие, и толстые такие. Картины висят. Есть дверь. Здесь раздвижной такой диван. Кресло с закругленными углами стол. Современный телевизор. Видите, немножечко шумит. Там встроенный вентилятор в него. Есть набор для чая. Чайник. Есть утюг. Владильная доска. Хотя в правилах пользования санатория написано, что нельзя пользоваться. Ну, естественно, есть телефонный аппарат. Вот, как я уже говорил, чайный сервис. Здесь мы докупили еды. Рядом на территории есть магазин. Ну, чуть больше цены, чем в соседней деревне. И телевидение. Примерно там 100 каналов. Часы аналоговые. Здесь батарейку вытащил. Здесь удобный есть балкончик. На балкончике сейчас пока один стул. Вот, видно озеро. Вот оно там видно за... Рядом с осен. Вот, естественно, здесь нет никаких трасс. То есть, это уединенное, как бы, место. Можно взять дополнительные такие стульчики пластиковые на балкон. Просто сейчас не сезонно. Конец, начало апреля. Вот. Ну, вот. Обои здесь такие есть. Прикольная такая люстра, я считаю. Вот. Белье меняют раз в неделю. То есть, если мы на 9 дней заезжали, не поменяли нам белье. Лампы мерцают. Вот эти все светодиодные белые. Такие противные. Что здесь у нас есть? Еще шкафчик. Вот, с развертными дверками, куда можно сложить чемоданы. Коврики прикроватные. Вот. Тумбочки. Лампы освещаются. И здесь даже вот в некоторых отелях не бывает. Люстры здесь есть. Такой же телевизор. Такая же тумбочка. Столик. В номере вы видели там Wi-Fi. Скорость примерно 5 Мбит в секунду. Вот мы еще взяли HDMI-провод. И подключаем его к телевизору. И смотрим на 43-тиймовом телевизоре. Фильм. Очень удобно. Тут зеркальце есть. Единственное, нет настольной лампы. Вот. Ну и нет... А, кстати, вот розетки мы не тестировали. Но это розетка для приставки телевизора. Она используется. Вот. Здесь еще один балкончик. Есть где просушить белье. Видите, вдалеке озеро. Виднеется. Вот. Вот такой вот номер. Кровать. Матрас беспружинный. Сверху на матрасник. Растынка. Ну, как всегда, дешевые холофайберные подушки. Я с собой взял даже... Мы приехали сюда на машине из Москвы. Перевую подушечку. Вот. Берите с собой трыльнички. Потому что розеток может быть не так много в номере. Не огромное количество. Поэтому, если у вас много девайсов всяких, то возьмите еще трыльнички для них. Давайте теперь пойдем. Тут есть ограничители для двери. Вот. Вроде бы здесь все показал. Стулы два таких. Вот. Если какие-то вопросы будут, то задавайте их в комментариях. Урну попросили. Вторую дополнительную. Шумный холодильник. Катлант. Вот. Я его иногда, даже если у нас нет ничего такого для хранения, скоропортящегося, отключая на ночь, мешает спать. Вот. Фен, кстати, есть. Такой шкаф большой. Видите, тут у нас... Ну, он совпадает вот с тем, который в комнате. Дальше заходим в санузел. В санузле у нас есть вентиляция. Немного запах мочи. Есть вот такой вот гигиенический прибор с краном. Таким. Ёршик. Немножко больше неудобно. Вот эти вот округлые такие сидения. Сидеть на них неудобно. Низковато немножко унитаз. Ну, здесь есть даже сливное отверстие. Вот урна. Бумагу дают. Вот. Немного ширковато в туалете. Вот. Идем теперь в санузел. Выключаем свет в санузле. Тут розеточка есть. Здесь нет ванны. Есть душевая кабина. Не сразу у всех получается вот пользоваться вот этими кранами. Нужно к ним принародиться. И сверху душ есть. И такой душ есть. Вот. Подставочка. А бесплатного мыла здесь нету. Вот. Поэтому берите... То есть, ну, гель для душа такой в маленьких пакетиках выдают. Поэтому в диспенсерах нету. Поэтому берите с собой, если что. Здесь удобное полотенце-сушитель. Вот. Розеточка есть. 220 вольт. Лампочки здесь. Подсветки, которые здесь выключаются. Полочка. Стаканчики для мыла. Вот. Вода, естественно, горячая-холодная. Вот здесь какой-то даже ящичек. Мы сюда не заглядывали. Вот. Полотенце меняют чуть чаще, чем бельем. Здесь у нас коврик. Есть полотенце. Дешеволочка. Вот. Ну, слышимость есть, конечно. Присутствует. Есть лампы такие. Ну, могли бы, в принципе, наверное, и ванну здесь поставить, мне кажется. Ну, напор воды такой средний, я бы сказал. Не супер огромный. Мы на пятом этаже живем. Вот. Вот такой вот обзор номера. Если что-то недорассказал, то задавайте вопросы, пишите. Постараюсь рассказать. Подробнее. Спасибо большое за внимание.